Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Многим очень понравилось прошлое видео с Копа когда мы отправились с Лёхой Комрадом копали, копали, копали Короче, мне честно говоря тоже понравилось, я малость укололся и решил обзавестись своим металлоискателем. Сейчас еду к Лёхе в магазин, он сказал у него для меня есть какая-то хорошая новость я так понимаю, ну он понимает, что я еду за металлоискателем наверное он мне сделает хорошую скидочку в общем ребята в этом же видосике сейчас я куплю себе металлоискатель и мы отправимся с вами на Коп всем приятного просмотра, в самом начале можете уже поставить лайк, а мы короче едем в Киев все друзья, ехали, ехали и наконец приехали еле нашли этот магазин всем здрасте о, здорово Серега ну что ты, решился все таки? да в общем я к тебе за металлоискателем да я понял уже и конкурс мне надо провести, подписчики писали я судя по комментариям понял, что тебе говорят покупай детектор, снимай только теперь коп заброшу и руперса, заброшки и Чернобыль от всего отказывайся, покупай детектор и ищи клады желательно еще суперсусов вот это вот самое лучшее сказали, что это металлодетекторы на колбасу не срабатывают так, а, кстати, 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 кстати раз ты уже приехал мы тебе сейчас выпишем ксиву поисково-исторического общества Комрад официально зарегистрированную в Минюсте Украины и чтобы, как говорится, проблем на копе не было при поисках смотри, мне же еще надо металлоискатель а по поводу металлоискателей есть хорошая новость у тебя так как активный канал вот и ребята с Рутуса, с Польши вот мы являемся эксклюзивным представителем по Украине по марке Рутус а это профессиональные металлоискатели они решили выделить тебе, подарить металлоискатель ух ты, это, конечно, на самом деле хорошая новость потому что у тебя там канал за дволямы да, потому что, честно говоря, немножко жаба меня так покусывала ну, хороший надо, я считаю, сразу брать, чтобы хорошо копать, да? наверное, хороший надо металлоискатель поэтому, да, это хорошая новость, честно говоря выделили самый профессиональный, самый лучший сейчас он, Санек, достанет Альтер-71 достань с этого, со склада это такой, как я в прошлый раз копал? да, это вот именно тебе, да это Альтер-71, как Коростышевский копатель будет а, то есть, вот эта модель, что круче, да? ну, это самый последний, самый профессиональный металлоискатель 71 частота, гадограф, спектрограф, спектрограф видны и число, активная пассивная настройка на грунт с дискриминацией в общем, не перечесть, да поэтому, то есть, грузить тебя не буду надо брать и копать, тем более с этим, с этим именно металлоискателем нет, ты, по-моему, с Арго нашел первую монету да, 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 там Арго вроде был это то же самое, только круче я понял, короче, смотри, мне еще что, надо, чтобы ты помог мне как-то его настроить да, да, да у нас, как раз, собранные и есть а можно мне тот настроить да, без проблем, будем сразу его собрать и настроить да, было бы неплохо если ты собранные советов because на всякий случай, может, я... да, давайте просто вдруг я потом забуду, как его настраивать я просто хочу прям fr завтра вот уже ехать копать и сейчас пока домой доеду там, может, забуду, как его настраивать нет, я потом обязательно разберусь, я думаю Какие у нас условия были? Человек должен был написать, зачем ему пинпоинтер Зачем его Я говорил, что не у каждого есть деньги На покупку металлоискателя А свое хобби Хочется воплотить каждому Поэтому условия были такие Что надо было написать цель Зачем, почему и действительно Чтобы зацепило, задушило На самом деле ребята Очень много было таких трогательных Прям комментариев Мне очень сильно понравился коммент Чувак сказал, что его дед Проглотил свой золотой зуб случайно Ему нужен пинпоинтер Если честно, мне тоже этот комментарий понравился Я его и хотел тебе предложить Сейчас еще подсчитаем То, что за час докапало Потому что за каждый день, каждый час Добавляется, добавляется, добавляется По факту, по факту, Сергей Действительно, можем взять про зуб Осталось его только найти Ну что, спустя, ребята Немного, немало времени Пришлось сыщиков нанимать Но мы нашли, короче, этот комментарий Вот он, неделю назад Мой дед думает, что Проглотил свой золотой зуб Нужен пить, чтобы ему пузо прозвонить Вот комментарий, вот именно оригинальный Он вызывает эмоцию Вызывает смех Это, кстати, один из немногих Который я там чуть ли не дословно помню Реально он как-то запомнился Он именно врезался в память Влад Кулик, поздравляем Пинпоинтер твой Выбери сам цвет Есть черный Есть у нас бордовый И есть желтый Пинпоинтер Мы тебе напишем Ты под этим свяжешься с Серегой Да, я отвечу тебе на комментарий И, то есть, можете не создавать, ребята, фейки Там не прокатит такой номер Короче, я отвечу тебе на комментарий Вот его профиль Напишешь свои контакты И, в принципе, там уже как-то свяжемся И Леха отправит тебе пинпоинтер Либо, если ты с Киева приедешь, лично заберешь Пока мы искали комментарий, я так понимаю, мне уже настроили, да? А, вот, смотри Мы уже искали и комментарий, искали и желтый пинпоинтер Вообще, мы искатели, короче Вот, держи Вот такой, короче, пинпоинт Да Так что, либо отошлем новой почтой Либо Укрпочтой, если человек из России Либо с Молдовии Либо там еще откуда-то Либо с Винляндии Либо там с Литвы Я не знаю, откуда тебя смотрят С США Даже в Канаду отошлем Вот Так что, отвечай, Сереге, отошлем Так что, не забудь, главное, деду пузо Санек Да И выложить результат на своем YouTube-канале В общем, Леха, спасибо большое Тебе, компании Рутус Спасибо Рутусу Напишешь им там, полякам Спасибо, скажешь Все, ребята Буду рекламировать ваш, короче, металлоискатель Теперь Увидели тебя, посмотрели Что ты Пацан нормальный, говорит Пше, курва, пардоли Отдай ему металлошукач Бери, конечно Спасибо, как говорится, Рутусу Спасибо тебе Спасибо Польше Спасибо Украине Короче, все Поехали мы искать очередной клад Да Будут что интересное Набирай, показывай, выставляй Всегда Порадуюсь Помогу Че, как Если что-то интересное Будешь миллионером Тринадцатым, как ты сказал Да, тринадцатым миллионером Буду в вашем клубе Все, ребята Всем счастливо Спасибо еще раз Все, счастливенько Пока Все, счастливо Не забывайте Да, ни в коем случае Все, пока Давайте, счастливо Все, ребята Вот такой у меня Металлоискатель Еще раз Большое спасибо Компании Рутус За то, что подарили мне Такой металлоискатель Так что Ну, теперь, наверное Из чувства благодарности Я буду их рекламировать Тем более, наверное Подарили они мне Не просто так его А чтобы я видосы с ним Прилил Так что Как-то так Ну что, ребята Сейчас грузимся Едем домой А завтра Послезавтра Уже выдвигаемся на коп Для вас пройдет Две-три секунды А для меня пройдет День или два Какой сейчас Курс биткоина в долларах? Один биткоин Это восемнадцать тысяч Шестьсот семьдесят один доллар США А еще в сентябре Биткоин стоил Десять тысяч долларов А в марте Вообще по пять было На таких скачках курса Можно очень неплохо зарабатывать Например Покупаешь на самом дне И продаешь потом на пик Если ты ничего не понимаешь В этом Но хочешь зарабатывать Тебе поможет надежная компания Авалон В ней работают Профессиональные финансисты И аналитики Которые все сделают за тебя Тебе не нужно ни в чем разбираться Просто пройди регистрацию Пополни депозит от 100 рублей И получай чистую прибыль От одного и трех процентов в сутки Вот, ребята У меня на балансе сейчас доступно 58 тысяч рублей Давайте создадим депозит на 14 дней В 30 тысяч И остаток давайте сделаем На 7 дней Если вы, ребята, тоже хотите Зарабатывать с компанией Авалон Ссылка где? Правильно, ссылка в описании Ну все, ребята Вот я наконец-то уже выбрался на коп Смотрите, с кем я сегодня копаю Если смотрели предыдущий ролик Вы уже с Илюхой знакомы Илюха копатель Деда Не будем материться Обманыватель Илюха, расскажи, почему ты деда обманываешь? Ну, потому что у меня всегда хорошие находки А дед Хабар их дает Получается, я обманываю деда на находки Расскажи секрет Почему хорошие находки? Потому что копаю в нужных местах Все, пошли копать В общем, ребята Мы сегодня тоже приехали В нужное место Это школьный стадион Я, кстати, здесь уже когда-то снимал видео Смотрите, это поместье Барона фон Мэка Не буду говорить, как село называется Кому очень интересно Можете сами погуглить и найти Уехала тетенька на велосипеде Которая, если бы увидела, что мы идем с такими приборами Могла бы нас как-то косо посмотреть Нам это лишнее внимание не нужно Поэтому тихонечко просто подходим В поместье заходить не буду Где-то на канале есть видос Если интересно, можете найти, посмотреть Если не поленюсь, где-то ссылку прикреплю Либо в подсказке, либо в описании будет Сейчас сюда заходить не будем Потому что здание очень аварийное, ребята Сергей Трейсер Да, привет Только не кричи, не кричи Так, ребята, у меня какой-то первый сигнал есть Я надеюсь, что эта монетка будет сейчас Что-то пищит Моралка пинпоинтера нету Было бы удобней Ну что, полицию вызвать? Это стадион детячий Это шкельный стадион А у нас тут стадион перекапывают шкельный Трактором Собственно, та самая тетя подозрительная с велосипедом Ну что, Илюха, меняем локацию? Все, ребята, меняем локацию А можно, чтобы он даже попал видео? Да, без проблем Я его уже снимал В общем, ребята, все Приходится нам менять локацию Сейчас поедем на другое место Вот школа Вон тетенька Завыч И вот смотрите, такая развалена Прям возле школы стоит Не ограждена, ничего Я не удивлюсь, если там выделились где-то денежки На снос этого здания Ну ладно, не буду говнить Потому что где-то мы все-таки не правы Приехали на стадион Но мы как бы ямки закапываем Все хорошо Ну ничего, у нас еще есть Как бы в планах пару мест День еще большой Я думаю, куда-то мы да успеем попасть В общем, ребята, вон тот футбольный стадион С которого нас прогнали Мы правильно сделали, что прогнали А то детям разрыли Все Илюха-копатель, короче, придумал стадион и копать Я пока что нашел только 2 копейки Советы 57-й год Как называют это золото партии Ложим вот в такую вот сумочку Первая моя сегодня находка Еще тут нашел пару крышек и так далее Но не стал уже показывать Потому что думаю, такие находки вам не очень интересны будут Монеты, конечно, прикольнее находить Но гильзу найти тоже прикольно Вот видно Бойком попали в нее когда-то Ну, такое себе состояние Не будем мусорить Положим в карман Потом где-то выбросим В общем, ребята, смотрите, как я раскопал яму У меня просто чуть-чуть проблемы с прицелом И нашел такое кольцо Это типа царское, ты говоришь? Это царское, да Медное оно, да, походу? Да Ну, еще бы Чтоб мне так фортануло, чтоб я нашел такое золотое кольцо Вот, кстати, кольцо первый раз нашел Приятная такая находка сразу же стала СССР Я уже понадеялся, что-то покруче будет Ну, в принципе, здесь в основном советские монеты Так, не могу понять, что это за монета Желтая такая Вижу, что советы Ну, короче, у тебя глаз больше настрелен Что-то ее оттереть не могу Короче, Илюха тут поймал сигнал Он был под корнем Срубили, короче, корень уже топором И все равно еще копает и копает Только усиливается Он где-то вот тут находится Это три копеечки советские Три копеечки Хорошая находка А что, кроме крышек, считается плохой находкой? Да, в принципе, все Да, просто я заметил, что ты каждый раз говоришь Хорошая находка, хорошая находка Да, в прямом случае, в любом случае Любая монета все равно приятная Так, а какой тут год? Или там их ценных не бывает? Скорее всего, 80-е 82-83-е Так, ну, как я обещал Вот, дорубали корень И примерно со сантиметров 40 Выпадает вот такая вот монета Вот у нас масончик Николая I 1832 год Одна копейка Ну что, хоть яму не зря копал Сколько? Минут 20, да? Да я думаю, даже больше Ты прикинь, сколько корень Ты еще за топором сходил И все ради вот такой одной монетки Я уже думал, там кладуха, пацаны Но, в принципе, монетка тоже неплохо В общем, ребята, покинули мы то место Уже прошло, не знаю, наверное, неделя Может, даже больше Короче, приехали в другое место Тоже школа Смотрите Школа на реконструкции находится Там ходят какие-то строители Мы уже подошли, спросили Можно ли мы тут покопаем Они сказали Пацаны, делайте тут Делайте, что хотите Только закапывайте за собой ямки Все, отлично Ямки мы будем закапывать Сейчас, короче, заходим во дворик И будем какие-то монеты искать Уверен, что здесь будет много Что, советских монет? Я думаю, советы, советы, поздние цари Тут оно должно быть Как раз монеты где-то времен Николая II И ранний Советский Союз Тут школа старая, до этого тут был военный госпиталь А еще до военного госпиталя Тут был панский очень жирный участок И сейчас где школьный типа парк Там раньше было его поместье И соответственно Место называть будем или нет? Не будем Не будем Оно жирное, так что пока не пали Так что да Пока что, ребята Ну, кто в курсе, пишите в комменты свои предположения Но если вы в курсе, то лучше не палите, конечно В комменты Ну все, мы берем лопаты Берем металлоискатели И погнали Кстати, ребята Сегодня что-то уже так резко похолодало Минус 3 на улице Я уж, короче, смотрите В перчатках сегодня буду копать Короче, все Погнали Не успели вот зайти в этот дворик Тут, кстати, все пищит Надо, наверное, чувствительность будет понизить Смотрите Монетка Сейчас вот как раз тут где листья отрыл Тут надо, наверное, будет копать Да, она тут На тебе пин-поинтер может Вот она, да, есть Пробка Пробка, блин Ну сигнал был такой хороший Я уже аж понадеялся Сразу же настроение поднялось Ну ладно Пробка тоже неплох По идее где-то вот тут Даже вот тут, мне кажется У меня еще просто глаз, ребята, не сильно настрелен Да, вот там Ну давай, сейчас копнем, посмотрим О, вот Красавчик Советский значок Сразу советский значок А что это за лицо? Это молодой Ленин, октябренок Октябренок Круто? Да, круто, кстати, значки Это приятнее, чем монеты Две минуты поиска значок Короче, мне кажется, что тут это Если нас никто не выгонит, мы отсюда уйдем с мешком С полной лопатой Ну или с лопатой Сразу, ребят, настроение поднялось Когда вот тот сигнал копали Ну, короче, там пробка Но я все равно сильно не унывал И видите, сразу же значок такой Красавчик Он ОК написан, видите Значит, все будет сегодня ОК Еще один сигнал, ребята Вот такая гирька От каких-то, наверное, советских весов, скорее всего Потом Вон Илюха стоит там Не буду к нему бежать Потом спрошу у него У него глаз настрелян Он так Сразу скажет от чего Ну, короче, скорее всего от весов Такая безделушка Но Приятно Сразу видел, что какой-то мутный сигнал Но решил копать Для того, чтобы Все-таки, ну, как-то До конца ощутить Металлоискатель Потому что металлоискатель классный А копатель, короче, такой себе Ну, это все, на самом деле С опытом будет Потому что, вот Если смотрели предыдущий ролик Там Камрад просто вот так По уровню сигнала Уже автоматически говорил, что там То есть, вот чувак на скиле А я пока что решил Все более-менее такие Когда явно видно, что что-то есть там Ну, копать А потом уже, типа Таким образом Приобретать опыт И потом уже, короче Ну, понимать, что я копаю Чтобы не тратить лишнее время Проволоку тоже ложим в карман Для того, чтобы В будущем, если сюда кто-то придет Или, может, мы придем Чтобы, ну, повторно ее не находить Вот, ребята, наконец-то уже монетка Пять копеек Восемьдесят второй год Не золото Но тоже приятно Ну что, ложим в карман Сегодня хабарницу не взял Все буду в карман складировать И погнали дальше Смотрите, ребята Такой четкий сигнал Давай, я копаю тебе Давай Я аж прям заранее камеру включил А то последние находки Я уже включал камеру Когда О, значок Я тебе говорю Ты что, точно такой же самый? Уже второй Да, только, кстати, смотри Ты лопатой Я его коснул Ну, слушай, бывает Ничего, все равно Деде Ленину уже ничего не случится Две копеечки Девятьсот семьдесят второй год Сохран такой Не очень хороший Еле, ребята, оттер Чтобы было видно год Ложим в мою хабарницу От компании МТАК Кстати, спасибо компании МТАК За то, что предоставляют мне Одежду Для съемки видео Компания МТАК Это украинский бренд Который Занимается Изготовляет Производит Шьет Милитаре одежду Тактическую одежду В принципе, для там Туризма, можно сказать Активного отдыха Спасибо еще раз большое Магазину Милитарист ЮА Ссылочку на их И все шмотки Которые они мне дали Я оставлю, ребята, в описании Ну, а мы погнали копать дальше Короче, у меня четкий сигнал Монета О, какая большая Медная, да, походу? Да Три копейки Прикольно Давай я сниму Чтоб лучше их видно было Ого, 903 год Дай-ка, лучше на руке А то не видно Это типа царское еще получается Это О, смотри, состояние какое Да, классное Три копейки 1903 Это Правление Николая Второго Так, ребята Такой хороший сигнал Только что был Сейчас мы его найдем А, мы уже нашли Все Смотри Браслет Екатерины Второй Я так это проорал Сейчас Мужики-строители подумают Что мы реально браслет нашли Вот так, понимаете Екатерина пальцы вот так выкручивала И туда вставляла Да, вот так На руку, короче, целиком Чтоб потом нельзя было украсть Ну, это поздравляю На британский аукцион Я думаю 1100 долларов наберет Ну, или хотя бы Копеек 70 на черный Ну что, какие прогнозы? Мне кажется, что это Медная монета Глянь, у меня там циферки есть в ушах Да 93-94 Да 93-94 Ну, может быть Значок Да, но значок Чуть ниже бьет А как ты сам себе в ухо заглядываешь Когда напишет Или ты уже на слух ориентируешься Я понял Примерно понимаю Я понял Бля, прикинь, это черный Это лажа какая-то походу Да, это лажа Вот Ну, ничего Тоже находка Да, конечно Можно построить Да Хорошая находка Держим Офигенная Как ты любишь говорить Так Я там копал свой сигнал Илюха меня позвал Сказал это прям 100% 100% Что-то интересное Единственное, что может быть Блин, хомуха Это такое Медь Понял Медная вот эта штука Неприятно Это походу от браслета Екатерины Он, короче, на две части рассыпался Она где-то тут, наверное, пробегала Хочешь, я тебя не зову Хорошо Будешь звать, короче, когда выкопаешь уже Так, а у меня там, ребята, был сигнал Надеюсь, не ложный Я, короче Ну, я, наверное, все ложные вставлять не буду Это хронометраж видео, конечно, растянется Капец, капец как Так Ну, раз у меня камера включена Давайте Давайте уже Добьем И где же оно пищало Ага, вот что у нас пищало У меня тоже очень ценная находка Есть вот такая вот штучка советских зачетчиков О, смотри Ух ты, этот вообще такой прикольный Как с эмалями СССР Что там? 134 что-то там А, это самолет, понял? Ага О, смотри, еще с булавкой Ну, конечно Ну, тут еще, если потерять, то цена уже есть на этот значок Восстановить он как новенький почти будет Прикол Аденешь на грудь, чтобы в школу, короче, как бы Конечно А? Вот так Монеты советские значки В общем, ребята, подошли пацаны там Которые сзади стоят Казалось, мои зрители Пацаны, привет вам, если смотрите В общем, я там перед ними пару крышечек выкопал И только они отошли, смотрите Еще один такой значок нашел Это уже третий получается Сохран, наверное, у этого хуже всего Ну, его хотя бы мне никто лопатой, короче, не коснул О, еще, ребята, гильзу нашел Наверное, школьники тут после школы Играли в футбол И разборки какие-то устраивали Что за монета у тебя? Отпечаток, видишь? А что значит отпечаток? Что, рядом еще одна? Нет, отпечаток А, отпечаток на этом, на земле Я понял, прикольно И советский пяточок А у тебя что? Гильза Смотрите, ребята, какая топовая монета Илюха, смотри Походу, серебро нашел Ответ, покажи Один полтинник, так и написано Покажи Да ладно Да, в натуре полтинник How much? Где-то приблизительно 10-15 долларов Еще год 25-й, не рядовой Что значит? 9 грамм чистого серебра А я, вон, смотри, монету тоже 2 копейки нашел О них были двух видов Был 24-й один Тут молотобояс нарисован И был еще 21-22 год Там была звезда РСФСР А это уже Советский Союз Кстати, ты заметил Вот, когда мы ближе к воротам Сюда начали приближаться Находки пошли более старые Да, потому что Ну, и не только старые Их, в принципе, больше Стало Потому как, наверное Ну, часто бывает такая штука, ребят Что, знаете, вот Стадион там один есть Компания играет не очень большая Иногда бывало Там играли на одни ворота Футбол Иногда бывало Что там играли просто в игры Ну, где Одни ворота Впрочем, мне кажется Что тут реально Ну, типа Дело даже не в воротах Ты видишь, смотри Там старый погреб И вон Какие-то идут дома То есть Когда не было школы Тут кипела какая-то жизнь А село старое Оно основано там 1600 в каком-то году Там в Витипеде Лучше глянуть Там точно написано Но, в принципе Тут находок должно быть больше Чем там И они должны быть более старые Смотрите, ребят Такой четкий сигнал попал Я уверен На миллион процентов Что там монета А, вот она Смотри, Илюха Золото партии Да, действительно Три копейки Какой-нибудь 57-й год Давай посмотрим Что тут накопал Это, походу Из той же серии Короче Нет, это целый Это целый? Да Кивася Ух ты Вот это круто Там, наверное, порох Отцарел Было бы интересно Его разобрать Это опасно, да? Но он отсарел Скорее всего А я думаю, что Если пулю достать И высыпать И загорится Есть зажигалка? Зажигалка есть Ты достанешь пулю? Серьезно Это безопасно? Ты уверен? Ну, давай сейчас попробуем Смертельный номер Не повторять такого Ты смотри Чтоб она в тебя Сейчас не улетела Да, она ничего не улетела Ты точно? Ты уверен? Я тебе говорю Короче, работают Профессионалы О, смотри Вскрыл А, нет Все-таки, смотри Пороха нету Абсолютно Да, конечно Она пролежала В земле Слушай, ну я находил Такие, что Сколько лет? Прям сейчас Слушай, ну она была целая Короче Ты ее теперь поломал Ну, ничего страшного Оп Вот она от тебя и целая Ну, почти Смотрите, ребята Какой четкий сигнальчик Так, берем лопату И поехали Твою же ж мать А вот Смотри, Илюха Опять, походу, полтинник Покажи 24-й год Зацени А ты, как я говорил Не бывают 24-й Ух Глянь, сохран Какой Так ты нормально Уже сегодня нашел Уже 30 баксов Как минимум Глянь, состояние какое Можно Ух ты О, смотри У меня тоже монитос Вот 5 копеек 48-го года Послевоенное Уже Слушай, посмотри Тут ранние советские монеты Есть По идее Должны быть и Должны быть и цари Красавчик Держи Вот это нормально Кстати, ребята Я всегда думал Что слово Полтинник Это уже такое Знаете Типа Сленг Какое-то выражение Советское Типа как Чирик Полтос Полтинник Оказывается Так на монетах Когда-то писали Смотрите, ребята Только зарыл Вот эту ямку Вожу И тут сигнал есть Походу Да Я походу Две монеты за раз Выкопал Понял Тоже золото партии 3 копейки 53-й год Блин Опять выронил Так Вообще место козырное Смотрите, ребята Сколько мы накопали И считайте В каждом Просто Была какая-то находочка Так, ребята Очередная находочка Две копейки Сохран уже похуже 960 963 год Ух ты Золото Сережка Походу Походу Да Вот это нежданчик Это уже приятный бонус Называется Золото, ребята Чтобы вы понимали Ну это Наверное Редкая находка На самом деле Да, по факту Вот бывают сказки Что типа Да я там копаю Без золота Домой не возвращаюсь Я вот пообщался С людьми С людьми Которые Реально копают Вот Ну и золото В основном где На пляжах Находят Ну там типа Надо успеть Да Каждый день Вечером Или рано утром А так Чтобы где-то В лесу Найти голду Это надо Реально быть Фартовым По большому счету Круто А можешь развернуть Еще раз показать Круто Еще какие-то камушки Здесь же Кстати Типа Панское поместье Было Ну оно было До Первой мировой Потом В 1920 году Его вроде бы Разрушили И во время То есть это еще Я к тому ввиду Что это может быть Еще не просто Как золото А как антиквариат Это просто Ну может и наша В принципе Но все равно Прикольно Это круто Побольшое все Давай показывай Монитос Я тоже выкопал Вот тут он лежит Инфо сотка Советская копеечка Так Сто процентов Опа Ранью Кривая только Немножко Я не знаю почему Да Такие Видите Ребят На ранних Советских Буквы большие И такие Типа Квадратный шрифт Какой-то Сорок девятый год Нормально После военных Да А почему кривая Возможно для игры Использовали Для что за игра Ну ты не знаешь Что за игры Там подбиваешь Монетки А зачем гнули Пять копеек В сорок девятом году Или даже там Восьмидесятых Это ну Это серьезный куш был Ну кому-то повезло Я думаю Может она просто валялась Короче Как-то повредилась С ее временем Потому что металл Прочный Да Ну может Ну короче Ладно Пишите ребята Догадки Как пять копеек Ну тогда это Большие деньги были Можете спросить Там у мамы У папы Ну если она напечатана Или от чеканина Как правильнее сказать В сорок девятом году То это ну Говорит о том Что она могла Вполне до девяностых Да использоваться Нет Нет Была же реформа В шестьдесят первом году И что Вот это типа отменяли И вот эти монеты Изымались И выдавали новые Давай я сейчас тебе Пример даже покажу То есть в шестьдесятых годах Да где-то еще В шестьдесят Ну до шестьдесят первых История нумизматики Были сначала такие Это алюминиевая бронза Они были довольно-таки Затратные И в шестьдесят первом году После реформы Они изымали вот такие Желтые монеты И сделали обычные В итоге сэкономили На сплаве И считай Плюс в бюджете Ну да кстати Я замечал Что они даже звенят По-другому Потому что другой металл Они не сохраняются По-другому Вот это погнуто Это реально единичный экземпляр Что она в таком Плохом состоянии А так Такие монеты Ну да я же сегодня Находил уже ранние советы Они все в хорошем состоянии Ну серебро конечно Вообще Тупо вышка По состоянию То получается Это реально котлета денег была Да В шестьдесятых еще Ну что Копейку я сегодня Еще не находил Если не ошибаюсь 1983 годик Полетели Хлопцы и девчата дальше Что? Тоже монитосик У тебя копеечка А у меня вот Две копеечки Тоже поздние Где-то 80-е годы Смотрите ребят Чтобы вы понимали Что такое копать стадион Смотрите Яма на яме И в каждой яме Что-то есть Либо Леха Либо я вынимаем Редко что-то бывает Какая-то пуговица Или что Особенно Леха нормально вынимает Да Поэтому Леха копатель Деда обманывать любит Именно Леха Именно Леха В общем ребята Копал свой сигнал И Леха сказал Быстро беги сюда Такого больше не будет Показываю Называется один раз Смотри внимательно Ты видишь что это? Что это? Кольцо? Перстень? Да А вон пробы еще стоят Ух ты Смотри Цель Как тебе? Круто Сейчас подожди Прикинь Прикинь Если бы ты его лопатой Рассек бы пополам Серебряный Он с какими-то цветочками А тут скорее всего Камешек стоял Офигеть Или не было И пробы Вот этот и фартовый Вон две пробы Смотри Бля Амуха Там две пробы Девчачье колечечко Женское Красота Серебришко есть У тебя два полтинника А у меня колечко Так ребята А мы возвращаемся Идем Будем искать Мой сигнал Ух ты Илюха Это кнопка Как будто бы Да сам Ты кнопка Не гони Ты лопатой ее протер Глянь Что это такое? Это печать Это типа как Воском Заливали Документы Вот тут же смотри Буквы Инициалы чьи-то Фе Е В В Здесь же поместье Ты говорил Было Короче Ну нет Это точно не цари Это ранние советы Года как раз 29 Ну короче Начало 30-х годов До военной Это жирная На самом деле Это очень круто Я думал В то время Уже чернил У меня печатки были Это на самом деле Самая крутая находка За сегодня А золото? А Ну золото Современно Это именно Историческое Намного интереснее Я бы лучше Нашел бы такую Чем золото Золото Ты пошел В ломбард Задал Каких-то 800 гривен А это уже На секундочку История Она же В немассовом Тираже была Это вот ФФ Это именно Ну да Это получается Получается На единичном Экземпляре Это кто-то потерял А ты нашел Спустя 100 лет Это намного круче Это намного круче Чем золото Ну Если вот По таким углом Смотреть То реально Да Это круто Ну Илюха сказал Круто Сразу знаете Так на душе Приятно стало Реально смотрю Как кнопка какая-то Ну реально Похоже Знаете Как будто Типа Ну не то чтобы Кованая кнопка Короче Круто Смотрите ребята Сразу две монеты В одной ямке было Тоже ранние советы 55 год И Три копейки Перчатки неудобно Это делать Без перчаток Холодно Сегодня на улице И 38 год Прикинь Две монеты Сразу в одной яме Так Честно Меня уже тошнит Немножко От этих Золотых монет Партии Опять 55 год На улице Начинает темнеть Ильюха Опять что то нашел Показывай Что там у тебя Опять золото Да нет Может быть Монетка Сейчас Мне кажется Пора уже Короче Либо менять локацию Либо Валить Потому что Как то Холодно И хочется уже Чего то нового Хотя в принципе И так Ребят Смотрите Мы такой Небольшой Участочек Только прошли А находок То в принципе Интересных Много Печатка Золотишко Серебряное Кольцо Значки Что там еще Мы находили Серебро Алюминиевая Бронза Вот это Золото Партия Поздние советы Ранее Я царя Нашел Кольцо Кольцо Что есть Что то Или нет Такое Что то Это очень Какой то Я так Не могу Видеть Давай Держи пин Там что то Маленькое Прям как будто На поверхности Что то Фигня Что Илюха Будем уже Ехать Давай на поле Переедем Если у меня тут Недалеко Точка Километров 40 Там Черняховская Куратура Ну честно Мы сейчас Туда доедем Через 40 Километров Это уже Темно Будет Короче Ребят Будем с вами Прощаться Но если Что то Будет Интересное То мы Еще Обязательно Выйдем На связь Что Сейчас Давай Сейчас Разложим Находки Которые Есть И покажем Да Давай Еще раз Ребята Напомню Про спонсора Видео Это Компания Авалон Ссылочка На которую Есть В описании Ну что Можно Подбивать Уже Итоги Да Уже Раскладываем Я считаю Что Сегодня Очень Удачный Выход Да Две Серебряные Эти Полтосика Два Полтосика Кольцо 25 24 Год Серебро Царь Золотишко Где-то Еще Один Такой Значок Потерялся Их Вроде Три Должно Было Быть Видимо Где-то По карманам Или Не Я проверил Не Ну В общем Вот Такие Находки На двоих Я считаю Нормальный Результат По большому Счету Мы нашли Иметь Еще Вот Эта Выделяющаяся Монета Красивая Да Тут В основном Советы Лежат Гирька Кстати Понравилась Гирька И печать Да И серебро И монеты Ну В общем Нормально Покопались На самом деле Ребята Я уже Как-то Вот эти Знаете Розовые очки По поводу Копа Немножко Снял То есть В плане Того Что там Золото Золото Найти Но Сегодня Золотом И серебром В принципе Вообще Реально Можно сказать Фарт Конечно Ну Не Не ведро Монет Ну Короче Ну Да По большому Счету Тут монет 40 Есть Ну В принципе Нормальный Результат Ну И вот Тут Короче Размит Ребята Мусор Ну Мы Не будем Его здесь Выбрасывать Для того Чтобы в будущем Кто-то мог Прийти И как бы Повторно Это все Не находил Чтобы Не копал Ложные Сигналы Такой Вот Ребята Получился Видеоролик Если он вам Понравился Вы знаете Что делать Лайкосик Под видосик И Жмите Подписаться Для того Чтобы в будущем Не пропускать Новые Видеоролики Короче Что-то Я уже реально Замерз Все Давай на этом Заканчивай Все Все Ребята Всем пока Всем пока До новых встреч